здравствуйте все сегодня мы поговорим о том почему же болеют и умирают наши рыбки попробуем вспомнить все причины этого и заодно поговорим о том как этого можно избежать вспомнить те кто знает и забыл остальные буду слушать заново во первых это неправильная транспортировка рыб до дома все это очень сильно может сказаться на их здоровье не сразу например потом бывает так что в пакет или банку так много набьют рыб что они там просто бьются друг об дружке калечатся и из-за этого им даже не хватает воздуха они задыхаются поэтому не стоит слишком много пихать рыб сильно уж ими затариваться если уж вы затарились то узнаете если у продавцов такая услуга как например закачать кислород в пакет чтобы рыбы как можно дольше могли в нем продержаться еще такая вещь что не стоит положить пакет в емкость с рыбами другие предметы посторонние то некоторые возьмут туда еще и корягу запихают или какую-нибудь траву растение жестко-листные не стоит этого сделать об них рыбы тоже могут покалечиться следующий момент в перевозке это температура идеальный конечно вариант это термос для перевозки рыб или какая-нибудь коробка из пенопласта где температура будет держаться на одном уровне это все важные зимой и летом если этого нет то зимой желательно сунуть пакет с рыбой за пазуху нежелательно обязательно за пазуху сунуть его жару не стоит держать его на солнце и не вздумайте забывать вам забывать его в машине и в жару и в холоде рыба так долго не продержится так рыб довезли домой живыми здоровыми это уже хорошо первый шаг к здоровью сделан откуда еще может взяться болезнь в нашем аквариуме ну например с новыми обитателями только что купленными вы привезли их аккуратненько пересадили все сделали выровняли температуру перелили все нормально но забыли про карантин понадеялись на авось как всегда у нас это бывает и занесли с новыми обитателями какую-нибудь заразу это можно занести с рыбами и с растениями на с чем угодно и вообще со старой водой вылили который принесли в свой аквариум еще и в воду туда побахнули с какой-нибудь заразы для этого существует карантин надо иметь какую-нибудь емкость отдельных желательно если уж совсем все делать правильно сажать туда только что купленных рыб растений пускай там недельку живут он для профилактики какую-нибудь слабую дозу какого-нибудь лекарства не будем пока в это углубляться туда можно разбодяжить только после этого можно запускать новых жильцов в свой аквариум следующий момент это температура воды в нашем аквариуме неправильный температурный режим очень сильно влияет на здоровье наших рыбок если держать слишком холодный или наоборот слишком теплой воде это явно не скажется положительно на их здоровье ну средняя температура должна быть около 24 градусов это подходит для большинства рыб если ниже 20 они быстрее заболеют иммунитет упадет и они погибнут а если выше 30 приблизительно потому что дискуссов например держит при 30 тут каждой рыбе свой подход нужен для большинства если выше 30 они слишком уж изнеженные вырастут и проживут меньше своего срока из-за того что все процессы в организме и у них будут ускоряться они быстрее погибнут от старости но очень теплой воде меньше зараза поэтому все-таки лучше 24 я так думаю тут думайте сами все-таки от теплой воды из не будет хуже от холодный будет гораздо хуже а чтобы не париться из-за этого купите нагреватель с терморегулятором ставите нужные температуры все нет проблем поставили 24 и забыли температуры можно также накосячить и при подмене воды ну в аквариуме например 25 в кране 10 холодная вода поторопились залили и рыба с растениями получили температурный шок сразу они могут не погибнуть но проблем со здоровьем уже у них будут поэтому просто выравнивайте температуру наливаемой воды с аквариум можно нагреватель дома настроить так чтобы она из крана стекла уже нужной температуры ну что там у вас газовая колонка электронагреватель а можно просто отдельно подогреть тем же нагревателем с терморегулятором налили в емкость сумнали терморегулятор поставили температуру и все ну если будет разница в пару градусов вреда для взрослых рыб уже не будет с мальками конечно отдельная тема пока говорим о взрослых теперь вода например неправильная подмену воды тоже может стать причиной болезни или даже смерти рыб желательно для начинающих подменивать процентов 25 воды в неделю а в первом месте вообще не надо трогать просто подливайте испарилась подлили не надо ничего подменивать состав воды тоже должен быть одинаковым в аквариуме то что вы наливаете в него ну по-простому например если вы берете воду с одного места то продолжайте это делать а то есть экспериментаторы которые то с родняка привезут то где-нибудь колонки какой-нибудь а то есть колодца и вот то и дело меня это потом удивляется чуть-чуть у них все подохло течение воды в аквариуме может тревожить большинство рыб если уж оно сильное бывает так сделают что течением их сносит к соседней стенке но это явно надо убавить если нет течения вообще то образуется мертвую зону в аквариуме где вода стоит на месте это тоже не принесет пользу не рыбам не растениям в этом случае хотя бы надо какое-то перемешивание простое сделал слабый фильтр компрессор пускай не спокойненько воду перемешивают все будет лучше чем вообще ничего полное отсутствие фильтрации воды в аквариуме тут тоже отрицательно сказывается на здоровье рыбок погибнуть они вряд ли от этого погибнут но желательно приобрести хотя бы внутренний фильтр исходя из объема воды в своем аквариуме там на коробках обычно пишут какой нужен поставили настроили течение воды где-нибудь вдоль стенки чтобы ни рыб ни растений не смывало и все будет нормально теперь объем воды для каждой рыбы нужен определенный объем воды тут надо смотреть для каждой рыбы персонально но обычно для рыбы размером до 6 сантиметров где-то не менее пяти литров желательно лучше больше вообще чем больше тем лучше а то напихает в аквариум рыб а потом получается переселение слишком много грязи все киснет тухнет нехватка кислорода это определить просто если нехватка кислорода рыба постоянного поверхности воды глотают ртом воздух особенно это заметно по утрам иногда под утро даже могут погибнуть рыбки от того что у них кислородное голодание чтобы этого не было если вы заметили по утрам такую вещь уберите часть рыб из аквариума или включите помощнее компрессор для продувки воды воздухом рыбки могут заболеть от однообразного кормления например кормит одной сухой дафней ну что вы хотите конечно будет плохо покорми вас сухарями целыми днями или гомарус тогда хотя бы можно купить сухой дафни гомарус мешать вместе и так кормить все будет лучше желательно разнообразие и вообще лучше купить корм более подходящий для ваших рыб есть плавающий на поверхности корма но для губ и меченосцев медленно тонущие неоном подойдут кто в толще воды плавает и быстро тонущие для сомиков потому что вы наверх насыпите корм сомиком не хватит они будут голодать естественно могут от этого погибнуть некачественный сухой корм может даже рыб убить если на банке с кормом вы увидели в магазине что там написано что он просрочен обязательно смотрите не берите его кто вам что не говорил что не там хранятся им все равно не берите идите в другой магазин еще бывает корма просто в пакете там без срока годности на борту тут же смотрите на ваше доверие к продавцу который продает к магазину мало ли там что насыпано просрочка из баночек если вы дома храните сухой корм он намок выбросьте его от сырости он очень быстро портится бывает даже плесень некоторые экономные плесень убирают и кормят опять же потом удивление чуть у меня все погибает также заразу можно занести в аквариум из живого корма который берется с водоемов где живут рыбы уличные разбойники естественно не там болеют и вот с кормом с этим можно занести своим рыбкам заразу особенно этим грешит трубочник у которого внутри очень много грязи поэтому купили сразу не кормить и подержите его пару-тройку дней промывая в воде как только увидите что вода чистая потом кормить лучше мотыль его можно заморозить а заморозка убивает кучу бактерий и все будет нормально каретру морозят мотыль дафнин тоже морозят очень хорошо получается теперь световой день если вы решили сэкономить и не даете свет рыбкам не думайте что к растениям нужен свет рыбам тоже надо хотя бы 8 10 часов включайте темноте они жить не смогут а некоторые наоборот бросается в крайности чуть не круглые сутки горит чтоб на рыбок любоваться вам тогда совет не больше 12 часов включите попозже свет если вы хотите вечером рыбками полюбоваться включите позже и вообще используйте таймер для этого и проблем не будет настроили там в 10 часов утра включается например 8 выключается все будет нормально еще одна причина болезни и гибели рыб это драки между рыбами например петушки или барбаса могут сильно потрепать плавники у гуппи и вуалевых золотых рыбок а через ранка в организм уже рыбы может проникнуть зараза лучшем случае ранка зараза растет если рыбовремя рассадить а в худшем рыба заболеет например плавниковой гнилью рыбка может и не дожить до болезни она просто может быть убита более шустрым соперником еще рыбки могут пораниться в некачественно сделаны декорации аквариума и растения особенно искусственное но это бывает очень редко просто перед покупкой смотрите как они сделаны основного рыба них не ранятся что еще сказать что вспомнил потом дополню в общем главный смысл сказанного эта профилактика старайтесь сделать все правильно изначально не торопитесь тогда ваши рыбешки будут радовать вас на протяжении очень долгого времени на самом деле возни то с аквариумом немного главное дело все правильно не спеша аккуратно привезли аккуратно рыб аккуратно посадили температуру выставили свет правильный наслаждайтесь зрелищем все у вас будет хорошо ну ладно на сегодня все пока до свидания если что вспомню сниму видео обязательно расскажу а Продолжение следует...